Привет всем, с вами Грендер, и сегодня я столкнулся с такой проблемой, как добавление ави файлов в Sony Vegas. Тут я решил проредактировать видео в Sony Vegas, мое, которое я записал, и просто-напросто оно не добавлялось. То есть, например, вот это видео, ави, и просто-напросто оно не добавляется и на таймлайн, и на предустановку. Что же с этим делать? Я вам расскажу только про Bandicam, а если это не поможет, то я вам расскажу еще один способ. Первый способ это изменить кодеки Bandicam. Заходим в Bandicam, видео, формат, тут есть окошечко, нажимаете настройки. Как вы видите, тут идет настройка формата, и нужно поменять кодеки видео и звуковые кодеки. Кодек видео нужно поставить Motion Speck, другие кодеки просто-напросто не подходят. То же самое, закидываешь видео и просто ничего. Следующее, звуковые кодеки. Если вы поменяли видео кодеки и решили записать видео, и там час записали, и пытаетесь его в Sony Vegas закинуть. Да, оно у вас закинется в Sony Vegas, но звука не будет, звуковую дорожку он не прочитает. Поэтому нужно поменять через звуковой кодек. У вас будет звуковой кодек MPEG 1L2, но нужно поставить PCM. Все, как вы это сделали, в принципе все, можете закидывать и дорожку. То есть, вот я вам сейчас покажу. Так, вот первое мое видео, которое было без правильного звукового кодека. Как видите, звука тут вообще нет. И вот это вот видео уже со звуковым кодеком правильным. Как вы видите, идет по сравнению пиков, то есть аудиодорожка уже есть. В чем плюс этого кодека? Он снимает намного лучше, снимает, как можно сказать, как фрапс. Но занимает больше места. То есть, вот, например, мы уже снимаем минуту 50, ну почти 2 минуты. И заняло уже 1,5 гигабайта вашей памяти. Если вам это не помогло, не знаю, каким образом это может не помочь, то вы делаете следующее. Вы скачиваете такую программу, как Freemake Video Converter. Вы заходите в Freemake Video Converter. Сейчас он мне запустится. Так. Эта программа конвертирует, например, тот же AV в другие форматы. То есть, можно и музыку, и видео конвертировать. А, не, только видео-видео. Ошибся. Видео можно конвертировать с одного, например, с MP4 в AV или с AV в MP4, там, в другие форматы. Так, сейчас он запустится. Я пока приостанулю видео. Вот оно у нас запустилось. Прикольная программа, хорошо выглядит. И очень много есть форматов, которые она может перевести. Очень много. Там, до 30 форматов или до 20, я точно не знаю. Да, тут, в принципе, можно и фото переводить, и DVD, и аудио, и видео. Что вы хотите. Что вы делаете? Вы нажимаете плюс видео. Так. Закидываете... Так, да. Закидываете ваш IV-файл, который не смог прочитать Sony Vegas. Например. Вот так вот. IV-файл этот. Всё. Идёт открытие этого файла. Вы нажимаете в MP4. Именно MP4. Я не знаю, остальные, может быть, и работают, но это я уже без понятия. Вы нажимаете на видео, нажимаете в MP4. Так, что-то у меня подвисает компьютер. И вот. Написано параметры конвертации в MP4. Тут можно их изменить. То есть, можно поставить, конечно, уже готовые параметры. Можно их изменить. Например, нажимаете HD 720p и нажимаете настройки. Тут можно изменить размер кадра. То есть, можно поставить уже такие или пользовательские. Вот тут вот пишите. Дальше. Корректировка. Можете написать из оригинала. То есть, вот такая вот фигнюшечка. Видеокодек можете изменить, на который вам нужна частота кадров. Например, 60 FPS. Тип Betraydor автоматически ставьте. И аудио так и оставляйте. Нажимаете ОК. И нажимаете конвертировать. Все. Процесс конвертации уже почти завершен. Да, завершен. В принципе, если вы будете... Видео, например, файлы по часу, там по двум часам, он будет намного дольше конвертировать их. То есть, в зависимости от времени, сколько вы сделали видео. Нажимаете показать в папке или сами заходите в папку, которую вы выбрали. И вот, как вы видите, это видео отформатировалось. И теперь вы его можете вставить в Sony Vegas. Все. В принципе, это единственное решение проблемы их. Вы, конечно, можете попробовать и... Другие гайды найти, например, как установить коллайт-кадеки, там, или все такое. Но мне они лично не помогли, и многим людям тоже не помогают. Ну, на этом я буду заканчивать видео. Всем спасибо за просмотр. С вами был Грендер. Если я помог, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Гайды будут входить каждый день. Я буду менять. То есть, вы можете писать в комментариях, почему написать гайд. Я найду эту ошибку, исправлю и напишу на него. Удачи.